Почти в каждой программе Велолав мы вам показываем сложный, монотонный тренировочный процесс. Любой тренер вам скажет, что надо еще и правильно восстанавливаться и отдыхать. И сегодня мы решили сделать нашим тренером и спортсменам клуба Минск небольшой релакс. Сейчас будет очень красиво. Мы же в Сочи. Отправляемся на морскую рыбалку. Поехали. Нормально она так считается. Ты тепло оделся? Ну так. Фоланды полные, екифали. Знаешь, что песня? Вот, екифали ловят. Знаешь, что песня? Нет. Это я жене, это я не для Велолав. Итак, дорогие друзья. Сейчас мы отправляемся в морскую рыбалку. Будем восстанавливаться, получать удовольствие. Релаксировать? Да, релаксировать. Пойдем посмотрим, какая рыба водится в этом Черном море. Хорошо? Нет, поплывем. Поплывем? Да, поплывем. Так, все. Тут на морских узлах все измеряется скорость. Ну да. Знаешь, что равен один морской узел? Нет. Узел – это единица скорости, равна одной морской миле в час. Ровно 1852 километра. И у моря. На яхте. Да, в Египте с женой, да. В Черное море не ходил, да? Я тоже первый раз. Но сегодня хорошая погода, да? Сегодня погода, да, шепчет. А смотри, там горы, они прямо заснежены. Да, Красная Поляна. Буквально вчера ездили туда. Да. Думаю, мы сейчас выплывем туда, и там нормальные волны уже будут. Ну да, здесь такое-то тихо. Хотя, смотри, там вроде как нормально-то тихо. Нет, окажется. У тебя нет морской болезни? Ну, ни разу не слышал. Горняшка была. Ну, это то же самое почти, наверное. Ну да, я думаю, да. А здесь, кстати, морской окунь есть. Говорят, что он вообще, наверное, пустой ключок ловит. Да ладно. Серьезно. Не, ну морской окунь я ни разу не ловил. Ну все, значит, слоем. Да. О, сразу. Волны побольше стали. Это мы сейчас на 5 километров поплывем в море. Блин, может, зря мы так тепло оделись. Ну, если кульнемся, так без одежды проще будет плыть. Андрей, наш капитан. А почему Черное море называется черным? Ну, есть несколько вариантов. Первый – это то, что во время плохой погоды оно действительно становится очень черным. Возможно, это из-за того, что на глубине 50 метров уже начинается слой серого водорода. Потом еще может быть из-за рабовладельцев, что некоторые районы были пиратскими, и очень много людей там пропадало и кораблей. А какие здесь рыбы водятся? Акулы ездить? Акулы только катран, сельдевые, ставрида, кефаль. А кефаль какого размера максимально вырастает? Ну, где-то сантиметр. Нет, ну, сантиметров 30-40. 30-40. Ну, и смотрите по сторонам, может быть, будут дельфины. Так, ну а сейчас мы немножко попробуем порыбачить. Замечательно. Здесь волна уже до метра пошла. Ну, попробуем лечь в дрейф. Давайте. А, кстати, мы, когда выплывали, были дельфины, но мы их не заметили. А я видел их. Ты видел? Да, с левой стороны у нас. Так мы на зарядке каждый день их почти встречаем. Причем реально у самого берега пару метров. Обалдеть. С нами приплывают. Дельфины! Вы где? Их надо прикормить хлебом. Люди, помогите! Ну что, ребят, собственно говоря, для чего мы сюда приехали? Пойдемте порыбачим? Пойдемте. За барабулькой, да. А вон, смотрите, медуза. А я рыбачиваю, пойду на солнышко. Мы, в принципе, сейчас находимся не в том месте, где рыба хорошо идет. Это называется, кому повезет? Да, как обычно. Что более удача. Это же морская рыбалка, да. А где, вы говорите, рыбные места здесь? Вот стадион фиш-то, видите? Ага. Треугольной крыши. Вот в районе него. Его не просто назвали фиш. Как Владимир Анатольевич сказал, рожденный сгореть, да, утонуть не может. Да, да. Да, кто сгорит, тот не утонет. Фаланды полные, кефали. Один, два, Костя привозил. К сожалению, сейчас уже эта песня не очень актуальна. Да. Потому что кефали сейчас, чтобы поймать где-то, это целая проблема. Не, ну что, ребята там на берегу кефали ловили только в путь. Так, первая удочка есть? Так. Извини. Так, я на таке снасти еще ни разу не рыбачил. Ну что, я пойду попробую забросить. Как бы нам не хотелось рыбачить на солнце, капитан Андрей нам сказал, что все-таки гораздо комфортнее будет во время дрейфа рыбачить на корме. Глубина 30 метров. Я вообще первый раз в жизни на рыбалке на катере, на морской, да. И вообще на рыбалку я ходил, наверное, два раза в своей жизни всего лишь. Все надо подтягивать, да? Ну да, да, да. Чтобы приманить хищника. Я первый раз на такой рыбалке, чтобы главная задача была устоять. Мы там не запутаемся? Да нет. Ты видишь свое, я твое не вижу. А ты вообще ходишь на рыбалку, Жень? Ну да, в основном летом. А где ты рыбачишь? Ну по-разному вообще на Минском море. Кого ловил? Ну карпа большого ловил, килограмма три где-то попадался. Ага. А сетра один раз поймал, тоже на килограмма два был. Куда она попала? Ну не без этого. А у меня грузик отлетел. О, все, порвал с Настей. Андрей, я его нашел. Да? Да. Ну отлично. Пусть будет. Так, будете еще рыбачить? Да, да, конечно. Я с удовольствием. Хорошо. Я же рыбак. Понятно. Все мы рыбаки. Но. Хочу найти рыбу своей мечты. А мне кажется, вы дурите. Тут надо на крючок что-то одевать. Хищника. Чтобы заманить, надо маленькую рыбку накинуть. То есть морская рыбалка отличается? Конечно. Она очень сильно отличается. Только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Мне кажется, у меня что-то клюнуло. Может, ты меня споймал? Ничего не словил. Это просто грузик был, оказывается. Так, я что-то споймал. Ну что, ребята, у кого как клюет, Володя? Клюет? Ну ты его отпустил, да? Володя Анатольевич, я вас поймал. У меня уже кит клюнул там. Сорвался. Надо ехать на рыбное место. Наши ребята хороши во всем. Но только не в рыбалке. Успели запутаться, да? Ну уже и распутались. Уже и распутались. Значит, хороши и в рыбалке. Отлично. Так, мы сейчас уже не дрейфуем. Мы сейчас едем в рыбные места. Нам сначала показали не самые рыбные места. Размялись, скажем так. Прекрасно. На свежем воздухе. Само то, что надо. Груз все равно поднимается. Где-то до уровня, ну, 5, 6, 7 метров. Поэтому у вас как раз и захватывает тот слой, на котором рыба. Владимир Анатольевич, вы будете рыбачить или нет? Ну, конечно. Ну, это радует. Главная задача не запутать никого. И самому не запутаться. Так, ну что, вот и подошла к концу наша рыбалочка. Возвращаемся все-таки. Хорошего понемножку. Ну что, спасибо вам большое. Андрей, покатали нас. Пожалуйста. Да, порыбачили. Ребята, но это еще не все. Мы устроим баттл двум Евгениям. Корольку и Соболю. И мы добавим изюминку. А именно, картинг. Посмотрим, кто быстрее преодолеет круг. Велосипед, либо картинг. Двум женькам. Корольку и Соболю. Поехали. Орел, значит, едешь на картинге. Решка, значит, едешь на велосипеде. Поехали. Орел. Женечек, выпал орел. Давай переодеваться. Ну, а рефри у нас сегодня будет не как обычно красивая девочка, а красивый мальчик Сережа Попок. Тренер велосипедного клуба МИР. Ох ты, какой красавец. Слушай, но я тебе скажу, что эта форма даже похожа на велосипедную форму клуба МИР. Да, да. Прямо цвета один в один и кроссовочки. Ну что, господа, правила достаточно просты. Стартуем единовременно. Кто быстрее преодолеет круг? Картинг Евгений Королев, либо велосипед Евгений Соболь. Чиклокросс включать можно? Я тебе скажу по секрету, ты на велосипеде можешь срезаться, на картинге сложнее. Внимание! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс! Класс! Конечно, конечно, главное. Что, бояться задавить? Задавить сразу, да? Ну, конечно. Но, тем не менее, вы проиграли, молодой человек. Один же круг был. Да, один круг, конечно, один круг. Ну, сегодня не твой день. Давай посмотрим, может, на велосипеде выиграть. Жалко, Женя, пускай еще погодяется. Жалко было сбивать, да. Ну, давай, иди переодеваться. Сейчас посмотрим, как ты будешь ехать на велосипеде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Евгений, ты был сегодня хорош на велосипеде. Сейчас посмотрим, настолько ли ты... Настолько ли ты хорош будешь на картинге, а? Главное, стартануть с первого. Так он чемпион Европы. Давай, Женя, давай, давай, давай. Не бойся. Внимание, марш! Не, ну, Женек, король, конечно, ехал поинтереснее. Ближе ехал к нему. Это было такое новое. Да. Да. Наказал. На, спор, еще давай. Ты первый поедешь, я с тобой буду. Давай, поехали. А на что спорим? На Чашковке. Ты первый стартуешь, я с тобой. Я с тобой вгоню. Готовы? Раз, два. На старт. Внимание, марш! Давай, город, город. Давай. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я тебе поздравляю. Спасибо. Ты все-таки одержал победу. Причем дважды. Дважды, да. Ну, вторая была, мне кажется, более заслуженная. Да, я спорную ему дал. Да, дал спору, спустил его вперед. Да, говорю, езжай. Езжай, да. Ну, и получилось у тебя, видишь? Молодец. Никто не ожидал, да? Да, и вот все-таки сложилось. Молодцы. Ну что, у нас сегодня нет ни победителей, ни проигравших. Сегодня два Женька показали себя в лучшей форме. И поэтому вот этот вот кубок я оставлю себе, потому что вы у меня просто красавцы. Отдай, отдай, отдай. Теперь переодеваемся, поехали все вместе, посмотрим, что вы способны. Ну, да. Проверим ведущего. Поехали. Поехали. Здорово. Поехали. Ну, как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Вот такой вот был наш сочинский вояж. Отличная финальная точка второго сезона программы «Вела Лав». Мы отработали с огромным удовольствием специально для вас. Я очень надеюсь, что вам понравилось. А если понравилось, увидимся еще. Всем «Вела Лав». До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok